Продукты на чистую линию Для волос, гели И бальзамы Сегодня у нас с вами другая тематика Сегодня у нас очень много масок для лица и кремов Итак, давайте как раз таки с маски для лица и начнем Здесь написано Одна маска равно салонная чистка 5 минут Это черная ель и уголь Вот так вот выглядит, ну достаточно лаконично Выглядит баночка Открываем, видим здесь Саму маску, маска достаточно Жидкая, если перевернуть Баночку она отсюда вытекает Цвет такой насыщенный Серый, эта маска очень ровно Наносится на лицо и честно говоря Даже из более дорогого Сегмента я Не помню, чтобы маски настолько Равномерно и плотно наносились У этой маски очень приятный Такой освежающий Аромат ели, эта маска Холодит кожу, сначала такое ощущение Что холодочек пробегает По тем участкам, куда эта маска нанесена Но потом лицо начинает Даже не пощипывать А немного как будто жечь И я, честно говоря, сначала так подиспугалась Думаю, сейчас я вместе с кожей сниму эту маску Но когда я в итоге умылась У меня даже ни одного красного пятнышка Никакого покраснения, никакой аллергии Не было Вполне возможно, так и должно быть Мне сказать сложно Возможно, у меня просто кожа так отреагировала Что такое пощипывание Если нанести маску толстым слоем То за 5 минут, в течение которой Нужно держать эту маску Она не успевает засохнуть И не стягивает кожу На самом деле, мне маска понравилась Но единственное, что хочу сказать Скорее всего, подойдет она Для жирной комбинированной кожи Потому что маска очищающая Она действительно так очищает Кожа прям до скрипа Вот прям проводишь, а она скрипит То есть прям чистая-чистая Не уверена, что такое сильное очищение Нужно для сухой кожи Но для жирной попробуйте Мне очень понравилось Итак, следующий продукт Это тоже маска Экстракт коры красного клена Мгновенно кожа вновь наполнена Жизненной энергией Через 1 неделю видимый лифтинг-эффект Через 2 недели морщинки заметно разглажены Таким же образом выглядит баночка Тут уже история совершенно другая Эта маска, во-первых, она наносится тоньше Во-вторых, она имеет совершенно другой цвет Как вы видите, она такая немного розоватая Уже не такая жидкая Также, кстати, она пощипывает и холодит кожу И если у вас кожа чувствительная, мне кажется, это пощипывание Вы будете прям очевидно ощущать И что самое интересное, эту маску не надо смывать То есть просто берете какое-нибудь полотенце или салфетку И стягиваете потом эту маску Ну и, соответственно, кожа не скрипит, как после предыдущей маски И вообще такое ощущение, что, ну, после использования этой маски Такое ощущение, что на коже хороший такой плотный слой увлажняющего крема Вот эту как раз-таки маску очень рекомендую попробовать девушкам, женщинам, у кого сухая кожа Ну давайте, раз уж начали с масок, ими и продолжим Две вот такие вот тканевые маски Одну попробовала, одну пока не попробовала Потому что не хочу делать их слишком часто Неоткрытая маска у меня маска преображение Одна тканевая маска равно одна салонная процедура 15 минут держится на лице Я обязательно попробую, может быть, впечатление, не знаю, в инстаграм Или на сайте iRecomment выложу Ну а ту маску, которую я попробовала, как раз-таки о ней пойдет речь Это также тканевая маска для лица В течение 15 минут она держится на лице Это маска увлажнения Запах у нее очень приятный, цитрусово-еловый Эта маска не щипет абсолютно И остатки этой маски не смываются Просто нужно дать немножечко впитаться Может быть, каким-то похлопывающим движением по лицу Хотя маска достаточно сильно напитана вот этим составом Поэтому, когда ее снимаешь, средства остается очень много Поэтому я прям вот промакивала каким-то полотенцем После этой маски лицо такое увлажненное, свеженькое В целом мне очень даже понравилось Так, теперь перейдем к кремам Первый крем, который я вам покажу, это Байкал Крем комплексный для лица Также у него выглядит коробочка, флакончик, баночка Очень простенько Этот крем имеет такой зелено-свежий аромат Достаточно ненавязчивый Не очень долго держится потом на лице Текстура у крема средней плотности Крем этот очень быстро впитывается Абсолютно не липкий Аромат, конечно, у него очень приятный Лицо после нанесения, после того, как крем впитывается Абсолютно не блестит Ее и прям вот матовой не назвать Но лицо не блестит И на этот крем прекрасно наносится тональная основа Не могу ничего сказать плохого про этот крем Возможно, и не буду пользоваться на постоянной основе Потому что у меня есть кремы, которыми я пользуюсь давно Которые вот мне прям идеально подходят Пока у меня нет желания их менять Но ничего плохого про этот крем сказать не могу Он действительно очень приятненький Нежирный, нелипкий Все с ним хорошо Следующий крем, который хочу вам показать Это крем Алтай антивозрастной силы пяти трав Также крем для лица Вот так вот он выглядит Этот крем более плотной текстуры Он чуть больше нужно времени для того, чтобы он впитался на него Также прекрасно наносится тональная основа Также никаких пощипываний, никаких покраснений после него абсолютно нету И этот крем подойдет для более сухой кожи И мне кажется даже, ну здесь так и написано, да, для антивозрастной крем Вот для более такой взрослой кожи Если первый, который я вам показывал, Байкал, ну практически универсальный, на мой взгляд Подойдет даже для какого-то такого там 25 лет То здесь больше такой возрастной крем, на мой взгляд Ну и последний крем, который я вам сегодня покажу От чистой линии и также силы пяти трав Камчатка питательный крем для лица Вот таким вот образом на этот раз выглядит упаковка Этот крем очень быстро впитывается Кожа после него абсолютно не блестит Такой приятно травно-цветочный аромат Без какой-либо жирной пленки Без какого-либо ощущения тяжести, какого-то плотного крема Также на этот крем прекрасно наносится тональная основа И мне кажется, он очень-очень хорошо подойдет для ежедневного применения Следующее, что хочу вам показать Это крем для рук от бренда Чистая линия Фитотерапия Комплекс фито плюс пантенол Ростки пшеницы, календулы, защита и уход Скорая помощь для сухой кожи, рук, концентрированная текстура Очень понравился крем Он и вроде бы легкий Он такой, как будто бы на водной какой-то основе Очень хорошо распределяется И на самом деле, при том, что он быстро-быстро впитывается Буквально 30-40 секунд вот такого вот легкого массажа И кожа становится прям хорошенькая Ну вот можете это увидеть Кожа хорошая-хорошая становится И вот этот эффект держится вот на моих руках, пока я руки не помою Сейчас в последнее время у меня очень много кремов стало попадаться Которые вот увлажняют в течение 5-10 минут А потом опять кожа вся сухая-присухая Тут вот прям реально, пока руки не помоешь Даже если у вас очень сухая кожа рук, как у меня Он прям вот это вот увлажнение, так скажем, держит хорошо Приятный аромат, но абсолютно в духе чистой линии Ничего такого нового особенного Хороший, приятный такой травянисто-легенький аромат Так, ну и последние два средства, которые хочу вам показать Именно от бренда чистая линия Это вот такой вот солнцезащитный крем для загара Фитоупругость Здесь низкая степень защиты 10 всего Глубоко увлажняет, мгновенно впитывается Для всех типов И этот крем является водостойким Соком алоэ вера, масло зародыша и пшеницы Как вы видите, он у меня абсолютно новый Его я еще не открывала Могу зато понюхать аромат Густой такой, достаточно крем Консистенция у него густая Но при этом, так я смотрю, впитывается Очень быстро, легенький такой Приятненький, очень приятный Цитрусовый аромат Я не могу вам сказать, насколько хорошо защищает Какая там у него водостойкость и так далее Потому что я в повседневной жизни защитой не пользуюсь от солнца А куда-то на море мне еще съездить не довелось Поэтому также, если мне понравится Если это будет чем-то таким Очень-очень о чем мне захочется рассказать Я где-нибудь выложу пост в инстаграм Или также напишу о нем на iRecom Сейчас просто его показываю Потому что лично я, например, не знала Что у чистой линии есть солнцезащитный крем Имейте в виду, потому что лето у нас еще хоть чуть-чуть, но осталось Так, ну и последнее Говорила уже, что очень люблю мыло бренда Чистая линия Больше всего мне у них нравится мыло прозрачное Такие в форме листочка Это мыло непрозрачное, косметическое С натуральным экстрактом мяты и пяти маслами Мне вот эти вот мыло от Чистой линии руки не сушат Кто-то мне в предыдущем видео писал, что пересушивает кожу рук Вы знаете, у меня с этим делом все нормально Мне тут довелось попробовать детское мыло Зашла в детский магазин и вспомнила, что у меня закончилось мыло Купила обычное детское мыло И вот когда я начала им мыть руки, я поняла, что такое Когда мыло пересушивает кожу рук Я мыла руки этим детским кремом Я потом просто вот так вот сделать не могла У меня кожа была вся вот такая вот У меня нет такой истории с мылами Чистая линия Поэтому мне абсолютно подходит Аромат у них приятный В данном случае аромат мяты Я бы не сказала, что прям аромат натуралистичной мяты Скорее аромат какой-то вот такой чистоты свежести Но вот мяты в чистом виде я тут не обнаружила Смотрите, у меня здесь осталось еще раз, два, три, четыре, пять, шесть продуктов От бренда Чистая линия Некоторые я попробовала Но я хочу их оставить для письменного отзыва на iRecommend Я там не так давно начала писать статейки Вот, здесь у меня есть BB-крем Вот, кстати, давайте, наверное, сделаем так Этот BB-крем идеальная кожа чистой линии Я протестирую просто в каком-нибудь другом видео Мне хочется с ним прям сделать макияж И прям его хорошо протестировать Потому что тут прям, знаете, вот 10 в одном Комплексный BB-крем с тонирующим эффектом Поэтому я думаю, что я его отложу И мы протестируем с вами обязательно Здесь у меня идеальная кожа гель для умывания Здесь у меня бальзам чистая линия На самом деле у меня был бальзам такой прошлой зимой Только с чем он у нас здесь? Брусник и масло облепихия А у меня был, по-моему, с малиной Если мне не изменяет память В принципе, очень приятный аромат Хорошее такое увлажнение Здесь у меня крем для рук дачный Здесь у меня шампунь-бальзам Уже практически израсходованный Осталось чуть-чуть Также про него буду писать отзыв И здесь у меня лак от чистой линии Ссылка на мою страничку на iRecomment Будет под этим видео Если интересно такого формата отзыва Обязательно заходите, читайте Так, ну и давайте, наверное, перейдем к бренду DAF Горячо мной любимого Вот такая вот у меня здесь есть корзиночка И давайте начнем, наверное, с новинок А потом расскажу уже о средствах Которые я на самом деле пробовала давным-давно Объятие нежности Крем-гель для душа Гладкая и нежная кожа Сразу после душа Кокосовое молочко Аромат лепестков жасмина Очень приятный аромат Я не скажу, что прям натуральный кокос И слава богу, ненавижу запах кокоса Тут такой кремово-цветочный Цветочки очень нежные Такие бархатистые Приятнейший аромат Консистенция у геля Густая, кремовая Но все-таки этот гель Беспроблемно вытекает из флакона Действительно не пересушивает Действительно есть ощущение, что на коже после душа Нанесен какой-нибудь увлажняющий легенький крем Приятный во всех отношениях Начиная от аромата, заканчивая ощущениями после душа Плохо пенится Пены шапкой вы не увидите Потому что здесь прям, видимо, каких-то очень увлажняющих компонентов В составе много И не дают они вот размылиться Прям гели для душа Я люблю, когда средства не сильно пенятся И мне очень нравится, когда ощущение такого вот Полукрем-полугель Поэтому приятное средство Вот прям вполне могу порекомендовать любителям бренда ДАВ А вот следующий гель для душа Это не новинка, но раз уж начала про гель для душа Глубокое питание и увлажнение Крем-гель для душа Гладкая и нежная кожа сразу после душа Вот так вот они в паре выглядят Здесь история другая Во-первых, это потрясающий такой вот в стиле ДАВ аромат Как вы видите, у меня тут уже половины нету С огромным удовольствием им пользовалась Потому что здесь даже консистенция необычная Здесь даже не крем-гель Здесь вообще такое ощущение, что моешься просто кремом Который практически не пенится Очень густой Единственное, вот тут, ну скажем так, вот минус Очень плохо выдавливается из тюбика То есть вот смотрите Насколько вот этот вот тюбик не помялся Из-за того, что он легче выдавливается И насколько помятый вот здесь То есть его прям приходится так хорошо давить Но вот это вот ощущение, что ты моешься в прямом смысле кремом Который увлажняет и который практически не пенится Но очень хорошо растягивается по коже Из-за своей вот немылкости А вот у него такая консистенция очень-очень скользкая Она прям разносится хорошо по коже На самом деле получила огромное-огромное удовольствие Когда-то у меня был подобный И я не помню, что такая консистенция Густющая была Сейчас, верно, для меня это стало большим удивлением Очень рекомендую Ну вот это проще в обращении Вот это такой вот, конечно, погуще Но прям советую от всей души Так, дальше давайте Два дезодоранта У меня есть один в спрее, с него и начнем Невидимый, проверено на 100 цветах Вот здесь вот написано 1,4 улажняющего крема Защита 48 часов Нежность лепестков Без спирта 0% спирта Антиперспирант Аромат у него очень приятный Сейчас мы с вами брызнем Очень хороший, кстати, вот пульверизатор Такой мелкодисперсный Очень, знаете, как облачко Прям распыляет Аромат Я бы, кстати, не сказала, что он очень сильный Он прям такой Пудрово-цветочный На мой взгляд, очень приятный 48 часов дезодорант Честно вам скажу, не проверяла В течение дня Выполняет свои функции Без проблем На самом деле у меня уже Есть дезодорант Который практически закончился Это такой классический Оригинальный DAF Им очень удовольна Не пользуюсь такими средствами На повседневной основе У меня есть еще натуральный Дезодорант и кристаллы Поэтому я чередую У меня вот этого флакона Хватило очень надолго Не меньше понравился Мне кажется, что По действию По ощущению Они одинаковые Разница Как мне показалось Только в ароматах Поэтому, если пробовали DAF В принципе, ничего нового Для себя не откройте Если не пробовали Попробуйте Потому что такая вот Нежнейшая аромата Вот такие вот пудры Очень приятные И второй дезодорант Такой же Невидимый Проверенный на 100 цветах Нежность лепестков Я думаю, что это Одно и то же Только в разных форматах Здесь стика Здесь распыление Кому как больше удобно Лично я вот люблю больше Вот такие вот форматы Здесь аромат Такой, знаете Он понасыщенней И более цветочный Возможно, даже если у них Одна и та же отдушка Из-за того, что вот здесь Вот Ну, сами понимаете Да, это стик Поэтому аромат Определяется мной Как более насыщенный Прекрасно справляется С своей задачей Так же, как вот Здесь указано 48 часов Я его так долго Простите меня Не испытывала Вот Но в течение дня Так же прекрасно Абсолютно Абсолютная правда Никаких пятен Ни на светлые Ни на темной одежде Мне понравился Пробежимся еще по мылу Мыло дав Мне кажется Пробовали уже все Помните Была такая реклама Где очень рекомендовали Попробовать Вот эти вот косметические Мыло дав Для умывания И он там Должен был творить Какие-то чудеса Увлажненная кожа Хорошее очищение В общем Я им тогда Именно так и пользовалась Мне, кстати, очень нравилось Сейчас я пользуюсь Мылами дав По назначению То есть я просто Мою ими руки Эти мылы не пересушивают Ощущения очень приятные Здесь у меня в данном случае Увлажняющего крема Опять-таки 1,4 Здесь Кокосовое молочко И аромат Лепестков Жасмина Аромат у мыл Действительно Очень приятный Такой опять-таки Кокос Не в натуральном виде А такой вот Нежно Кремово Легенькие цветочки Приятный аромат Отлично очищает кожу Рук Не пересушивает Я просто не знаю Что еще сказать О мыле Люблю мыло дав Очень сильно И давно Следующее мыло Мне кажется Это мыло Не является новинкой Оно мне нравится больше Исключительно Просто по аромату Потому что Классические ароматы Бренда дав Для меня Это прям вот Нечто восхитительное И Во-первых Это прям Уже визитная карточка Во-вторых Они действительно Вот настолько потрясающие Что невозможно Оторвать нос От их продуктов У меня еще одно Мыло Нежное отшелушивание Крем-мыло И здесь отдушка Очень похожа На классический аромат Дав Здесь в мыле Небольшие Расположены Такие голубоватые Частички Но я не знаю Насколько там Они хорошо отшелушивают Если честно Потому что они такие Очень-очень нежненькие Незаметненькие Но опять-таки Потрясающий аромат Отлично Отмывается Кожей рук От всяких загрязнений И не пересушивает Это все Что мне нужно Поэтому Еще одно Просто потрясающее мыло И последние два средства Которые я вам хочу показать Это шампунь И кондиционер От бренда Дав Начнем Давайте Вообще Хочу сказать Что у меня уже Были подобные В подобных упаковках Продукты От Дав Но здесь были Другие цвета Крышечки Я честно говоря Уже даже не буду врать Не помню С какими там задачами Справлялись все средства Данный шампунь Который у меня в руках Составит Драгоценные масла Способные сделать волосы Более шелковистыми И блестящими Без утяжеления И ощущения жирности Прекрасно промывает Кожу головы Имеет очень приятный Такой восточный Густой аромат На который Сразу же Обращаешь Внимание Имеет Ну среднюю Такую густоту Я бы даже сказала Больше к жидкой Консистенции Расход Средний Вот как вы привыкли Какими шампунями Допустим Пользоваться Вот то же самое Ни больше ни меньше Шампунь насыщенно Желтого цвета Увлажняет волосы Наверное увлажняет Но скорее всего Это увлажнение Все-таки за счет силиконов Поэтому Ну состав тут далеко Естественно Не натуральный Поэтому Ну кто пользуется С подобным Рекомендую Очень отдельно От кондиционера Я не тестировала Шампунь Поэтому мне сложно Сказать как он Работает сам по себе В паре с кондиционером Вообще Это отличная парочка После которой Волосы блестят Промытый Кондиционер Я наношу Я уже говорила Тысячу раз Только на длину волос Вот примерно Вот столько Отступая от корней Там где-то 10-15 сантиметров И по всей длине Также в составе На самом деле Химии здесь много Здесь Диметикон На раз-два-три Четвертом месте То есть силикон И он действительно За счет этого силикона Разглаживает Волосы очень блестящие Имеет также Прекрасный аромат Вот этот вот Восточный Густой И аромат На волосах Сохраняется Ну я не скажу Прямо конечно Целый день Но какое-то время Сохраняется Отличная парочка Для тех Кто не озадачен Натуральным уходом Кто вот Не питает любви Именно к натуральным уходам Отличные претензии нету Своими задачами Справляются Хорошо промывают Голова кстати Остается достаточно долго Чистая Даже в жару Это несомненный плюс Подобных средств С силиконами в составе Сказать больше нечего Попробуйте Хорошие средства Я надеюсь Что это видео Было для вас Полезным Интересным Заходите на мою страничку В инстаграм Буду рада Видеть вас и там Ну и обязательно Заходите на мой Я даже не знаю Как его назвать Печатный блог На рекоммент Пишу там Статейки Отзывы Не так часто Но Если вам нравится Такой формат Ссылочка будет Ждать вас Под этим видео Желаю вам Хорошего дня Или ночи На сегодня все Пока